МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нем приняла участие уроженка Ижевска Алиса Ласков. В соревнованиях среди девушек наша землячка, ныне выступающая за команду Санкт-Петербурга, одержала безоговорочную победу. Поздравляю спортсменку с этим достижением. Теперь в Велоновости. В Италии стартовала международная многодневка Тирена Андриатика, входящая в календарь мирового тура. Участие в ней принимает ижевчанин-гонщик команды «Катюша» Максим Бельков. Прошла командная разделка, победителем которой стала американская команда ВМС. Российская «Катюша» показала на финише 14-й результат дня. А сегодня в столице Удмуртии завершился полуфинальный этап первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. За путевки в финал боролись пять команд. Удалось ли молодежке купола родников пройти дальше, уже знает Татьяна Мальцева. Этот тур для подопечных Артема Гладилина можно назвать туром-досадой. Как иначе можно определить обидные проигрыши в четыре и даже в одну очко на протяжении всего домашнего турнира. Мы ожидали от них значительно большего результата. У ребят очень много четких передач, много потей. И поэтому складывается таким образом ситуация, что ребята проигрывают совсем чуть-чуть. Так в чем же был просчет тренерского штаба? Почему не хватало один-два точных броска? Вопросов много, ответов пока нет. И ребята старались, и все шло нормально, но в итоге были поражения. Самое обидное из которых – в одну очку. Вчерашняя игра, которая была, и ребята проиграли одну очку. Но это говорит о том, что некоторые игроки не выполняют задачу тренера. Потому что тренер, в принципе, это основной показатель, будем говорить, результативности игры. И поэтому складывается так, что ребята просто менее сыгранные. Такого же мнения придерживаются и бывшие игроки Дюбла. Евгений Наговицын сейчас выступает за ижевскую студенческую команду. Здесь он в качестве зрителя. Из трибуны ему видно многое. Что не хватает слаженности, не хватает какого-то упорства, они не могут зацепиться. То есть они цепляются за игру, а в конце ее проигрывают из-за физического воздействия, из-за эмоционального, наверное. В последней игре тура, которая, по сути, ничего не решала, ижевчане собрались и одержали победу над гостями из Магнитогорска. 92-82. В финал не попали, впереди утешительный раунд. И еще в баскетболе в Можге завершился полуфинальный этап первенства России среди команд юношей 2003 года рождения. Хозяева турнира, можгинцы, одержав уверенную победу над Омским с Дюшор, со счетом 47-31 заняли второе место в группе и вышли в финальный этап национального первенства. Ну а сейчас вести из Уфы, где завершилась всероссийская зимняя спартакиада молодежи. Женский квартет в составе Анастасии Кайшевой, Татьяны Вороновой и Лины Никитиной выиграл золотые медали. Юноши сборной Удмуртии по биатлону были третьими. В смешанной эстафете Никитина, Егорова, Мяконьки и Мухаммедзянов также без наград не остались. На их счету серебро. Ну а сейчас побываем на комплексе имени Галины Кулаковой, где прошло первенство по лыжным гонкам. Но на этот раз лыжню готовили там не для профессионалов, а для любителей, для тех, кому за. Эти спортсмены почтенного возраста, как выяснилось, могут еще любому дать фору. По линии Хохряковой 64 года и она бодра не только духом. В гонке ветеранов на дистанции 5 километров классика эта лыжница выиграла серебряную медаль, чего от себя не ожидала, говорит, бежала в свое удовольствие. Вы вступаете, это такой адреналин, представляете, когда со старта бежишь, и тебя никто не задевает, и палка целая, это удовольствие. А Сергею Небродову 69. У него есть традиция, каждый день 2-3 часа тренировка в лесу на лыжах. И день отдыха только раз в неделю. Говорит, это бодрость тела и духа. А еще у Сергея осталась одна нереализованная мечта – стать чемпионом мира среди ветеранов. Золото у него уже есть, правда, в эстафете. В следующем году в Швейцарии он намерен выиграть медаль в личной гонке. На этом же турнире он занял тоже призовое место. Судьи были удивлены и поражены мужеству и отваге участников. Удивляет жизнерадостность. Они настроены просто по-боевому. Значит, если мы вчера сказали, что давайте там дистанцию сократим, подъем этот последний уберем, он тяжеловат для этих возрастов. Говорят, да вы что, да мы тренируемся, да мы ездим по всему миру. Ну а победителями командного первенства стали лыжники из Москвы. Сборная Удмуртии заняла девятое место. Теперь о студенческом спорте. В Ижевске завершился розыгрыш наград фестиваля спорта среди медицинских и фармацевтических вузов при Волжье по бадминтону. Команда Ижевской медакадемии заняла второе место и завоевала право участвовать в финальных соревнованиях, которые пройдут в апреле в Санкт-Петербурге. Поедут в северную столицу и шахматисты ИГМА. Они были первыми. Это все новости спорта на сегодня. До свидания.